Девушки отдыхают Все знали, что он хорош, но это реалити-шоу Это шоу-шоу Райан Шеклер такой горячий До сих пор не было ни одного скейтера, кто прогремел бы для широкой аудитории И вы знаете, многие его за это презирают Я просто делал то, что мне нравится А они говорили, что Райан Шеклер уничтожает скейтбординг Многим было проще относиться к нему, как к малолетке со звездой во лбу Доказать себе и доказать всем Он питается такой энергией, а затем атакует Иногда я смотрел в зеркало и говорил Давай вернемся к самому началу К настоящему скейтбордингу Я не брошу скейтбординг никогда Быть Райаном Шеклером Сан-Клименте, Калифорния Скейтбординг всегда был в моей жизни И он никогда не исчезал из нее Я стою на доске столько, сколько себя помню Хотя, наверное, даже дольше, чем себя помню На детских фотографиях и видео я катаюсь с отцом вдоль нашей улицы И тащусь от чувства скорости И это чувство по сей день мое любимое Скейтбординг стал его главной страстью, когда ему было 18 месяцев Он пытался устоять на доске, понять принцип Отец построил рампы на заднем дворе И я больше не переставал быть в воздухе Все, я больше ни о чем не думал Райану с детства хватало уверенности для огромных трюков И по сей день он ее не растерял Я думаю, дело в том, что я так много рисковал в детстве И оставался невредимым, что это дало мне уверенность Что со мной ничего не может случиться И это привело к тому, что я всю жизнь прыгаю с огромных препятствий Это было видно невооруженным глазом У него имелись координация, баланс на скейте И главное, способность брать огромные пролеты Ввиду того, что он был маленький и летал как осиновый лист Срывался с обрывов и плыл по воздуху Впервые я встретил Райана, когда ему было около 8 лет Мы оба выступали в Калифорнийской любительской скейт-лиге Касл фактически были единственными соревнованиями для скейтеров-любителей И первый же свой контест я выиграл Ему было 8 лет, и он побеждал почти во всех соревнованиях Он был восходящей звездой любительских контестов В какой-то момент все разговоры в Касл сводились к слову «Тампа» «Тампа А.М.» И вот у меня появился шанс выступить на Тампе Народ, перед вами Райан Шеклер Дайте парню шума! И вот я, в шлеме и на коленниках Подъезжаю к своему отцу и говорю «Тут невозможно доделать лайм» Он ответил «Не бойся, просто делай, тебя будут за это уважать» И вот как я получил входной билет Я просто встал и поехал Он был такой маленький по сравнению с остальными Я знаю, что некоторые негативно высказывались о нем Но он предпочел скейтбординг в болтовне Я не парился о призовом месте Я лишь хотел быть там, где были все настоящие скейтбордисты Райан Шеклер Маленький парень, маленький парень Но как он летает! В таком возрасте его многие не воспринимали всерьез И дело было не в том, что он не дотягивал Он еще как дотягивал Да, он еще не нашел свой стиль Но все предпосылки были на месте Я был подвержен синдрому маленького мальчика Когда старшие такие Ну да, ну да, какая разница Когда ты взрослый дядька Стоишь на скейте И видишь ребенка, летающего по парку в шлеме И делающего всякие мощные штуки Ты думаешь Да, блин, круто! Но все-таки для тебя это в новинку Я это чувствовал Но это никак не повлияло на мою решимость Я был уверен в себе Потому что я уже оказался в нужном месте Мне нравится скейтбординг Мне нравятся скейтеры И вот я теперь один из них Конечно, мне снесло крышу На дворе 2003 Безумнейший год из моей жизни Я выиграл Слэм Сити Джем Гравити Геймс Вэнс Трипл Краун И меня пригласили на Икс Геймс Райан Шеклер Ему всего 13 Это как дебют на большой сцене Настоящее шоу Начался контест И все пошло как по маслу Так, как надо Вот и он В парковой зоне Боже мой, сколько в нем силы Когда я добрался до кикфлипа инди в линии И вывел его прямо себе в руку Я понял, что это оно Что я сейчас вижу? Ты видишь, как 13-летний подросток Доминирует в парковом контесте Только взгляните 93,3 балла на первом месте Боже мой Примерно в это время Люди начали понимать Что появился ребенок Готовый завоевать мир скейтбординга Я толком не понимал Что значит выиграть Икс Геймс в 13 лет И, конечно, я не мог представить себе Что меня ждало Через некоторое время, короче говоря Я стал про В моей жизни появилась такая штука Как съемка профайла на улицах Что опять перевернуло все с ног на голову Уличный скейтбординг важнейшая составляющая Это эссенция самого скейтбординга Это его корни Снять уличную партию на суровых спотах Не так просто для ребенка его возраста Я не знал, где снимать И как нужно снимать уличный скейтбординг Так что любая командная поездка Превращалась для меня в экскурсию по городу В перерывах между демо-сессиями Было много уличного катания Так что я бросился с места в карьер В команде лучших Меня мотивировало то, что на улицах Я получал не меньше удовольствия, чем в парке Это было весело и в новинку Когда Райан начал выпускать видеопартии Его уровень респекта взлетел к небесам Возраст с 13 до 16 был для меня сумасшедшим Казалось, что это был один период в жизни И тут вдруг раз, и прошло два года Он расставил все точки над «и», Когда вывел скейтбординг на абсолютно новый уровень Почти все, кто слышал о Райане, знают, что в итоге он оказался на MTV Ради кого вы здесь? Шеклян! Моментальная знаменитость Слава — это наркотик, который может заколотить тебе гвоздь в крышку гроба Были моменты, когда я думал, я не уверен, что хочу этим заниматься Время с 15 до 16 лет пролетело мгновенно Казалось, что это был один период в жизни, и тут вдруг раз, и прошло два года Вы, наверное, замечали, как на него реагировали дети Это была идеальная цель для подражания Подросток, который катается достаточно хорошо для того, чтобы привлечь внимание остальных детей Мечта для любой компании К тому же сильно помогало то, что он сам по себе классный чувак Идеальный шторм, чтобы возникло огромное количество поклонников в мире скейтбординга Я, честно, был в шоке Даже были моменты, когда я спрашивал себя, «Хочу ли я этим заниматься?» Я, например, не был уверен, что хочу быть этим суперпрофессионалом, который вечно в разъездах Это ведь была нагрузкой для моей семьи Маме приходилось ездить со мной, а я хотел побыть дома Я хотел проводить время с друзьями, поэтому я взял отпуск, чтобы поступить на первый год обучения в старшую школу Потому что надо было получить образование Я не собирался бросать скейтбординг, но мне нужно было общение со сверстниками Ведь я путешествовал со взрослыми всю свою жизнь Я был подростком, который не знает, что такое быть подростком Я хотел наслаждаться летом, а не находиться все время в аэропортах Но как-то с этим не клеилось В 17 лет я начал сниматься в жизни Райана Шоу возникло из-за нашего с Робом Дирдеком постоянного общения Как-то в разговоре он сказал, тебе нужно шоу на MTV И я не смог выкинуть эту идею из головы Давай попробуем, посмотрим, что они скажут Мы сняли пилотный эпизод, провели кастинг для шоу, и MTV это супер зашло Типа, чувак, а как же твой отпуск? Ты вообще себя не слушаешь Вдобавок к турам Mountain Dew, X Games, уличным партиям, путешествиям Теперь нужно было снять 15 эпизодов реалити-шоу В то время во мне было много энергии, и я был уверен, что я справлюсь Как только шоу запустили, Райан сиюминутно стал знаменитостью И сразу затем, сердцеедом Райан, Шеклер, такой горячий! Ради кого вы здесь? Шеклер! Райан! Это как уловка 22 Кто бы не хотел свое реалити-шоу на телеке Конечно, это была крутая возможность И совмещать это с попыткой завоевать уважение реальной скейт-культуры Означало пойти на огромный риск Дело не в том, что мы раньше не видели скейтеров на упаковках с мюслями Просто еще никто не решался на такой шаг до того, как завоюет себе место в истории скейтбординга Он заставил всех поерзать Типа, кто он такой? Модный звездный подросток или профессиональный скейтбордист? И, конечно, для многих было проще отнести его к первой категории Он получил много слов в свой адрес Сначала за рекламу ProActive, а потом за рекламу Axe Это было нечто другое Ведь скейтбординг, скейтбординг родился как что-то антикорпоративное, антикоммерческое И в какой-то момент мы все спросили А это вообще нормально то, что он делает? Не было еще ни одного скейтера, который бы стал частью мейнстрима Некоторые ребята презирают его за этот шаг Когда кто-то негативно о вас высказывается, вы в той или иной степени начнете загоняться Это было тяжело, ведь мне казалось, что я делаю хорошее дело Знакомлю со скейтбордингом тех детей, которые о нем даже и не слышали Но весь остальной скейт-мир сказал Это дерьмо Ты дерьмо Я очень загнался, мне-то казалось, что я делаю свое дело Но в ответ я услышал Райан Шеклер уничтожает скейтбординг Но как один человек может разрушить спорт, который основан на индивидуальном подходе? Как я могу разрушить спорт, в основе которого свобода? Полный отстой, чувак, мне было очень больно Я прекратил двигаться, я перестал сниматься в шоу Только из-за этого Конечно, я это заметил Огромное негативное давление коровой части скейтеров на него И, конечно, это на него повлияло Да блин, слушай, они просто злые Люди злые Он постепенно раздражался, и когда он достиг этой отметки Бум! Вы пробудили монстра Он решил сделать так, чтобы все заткнулись Шоу кончилось, и Райан начал делать сумасшедшие вещи Он сделал два самых гигантских кикфлипа из когда-либо сделанных на скейтборде С разницей в пару месяцев Райан с головой ушел в скейтбординг и доказал, что он один из лучших в мире стритскейтеров Вот вам хороший пример, кто на самом деле такой Райан Шеклер Это парень, которого я действительно люблю и уважаю Доказать себе, доказать всем Он питается такой энергией И атакует Он стал очень продуктивным Выигрывал контесты Откатал на баст ор бейл Шек, я поставил на тебя тысячу баксов, на твой хардфлип, давай его сюда Я куплю потом тебе остров, давай Что-то щелкнуло в человеке, и он сказал Я сделаю все, на что я вообще только способен Увез бэклип И снова нападает на лестницу 360 флип Кажется, сразу после этого он сделал бэксайд флип Потом хардфлип Это был именно тот момент, когда он стал кататься как взрослый мужчина Многие, конечно, еще пытались плеваться желчью, но уже было сложно что-то противопоставить А что я должен доказывать? Что я скейтер? Нет Я скейтер Мне несложно представить, как парни, которые потратили все свое здоровье, чтобы сделать карьеру Смотрели на меня как на школьника, за которым стоят модные компании Да любой бы взбесился Скейтбордисты ревнуют скейтбординг Ничего нового, я сам такой же Но они не понимают, чего мне это стоило Кровь, пот, слезы и годы реабилитации К семи годам я уже трижды ломал левый локоть Правый пять раз Коленные суставы Оба Мениски Оба Левая лодыжка Один раз Это отталкивало меня подальше от скейтбординга Скейтбординг пережил немало метаморфоз, чтобы выйти на новый уровень И Райан был ярким примером того, что ждет скейтбординг Странное чувство видеть, как индустрия меняется на глазах И в какой-то момент мы хотели сохранить все как есть, ничего не менять, ничего не добавлять Я катался за этнис тогда и был на стрёме Как чуваки будут смотреть на меня? Что скажут, если я вдруг начну тусоваться с Райаном? Но когда мы впервые встретились, я подумал А знаете, он мне нравится Он ведь реально клевый Райан на самом деле был просто классным парнем, который классно стоит на доске И по сути это должно быть описание любого настоящего скейтера После шоу я осознал, как сильно люблю уличный скейтбординг И как сильно я от него отдалился Но когда я вернулся на улицы и стал узнавать, что сейчас актуально в скейтбординге Я понял, что отлично вписываюсь в тренды Хорошо выкладывался в поездках и при этом все равно попадал в топ-3 на контестах Один из самых титулованных стрит-скейтеров за всю историю Меня больше почти не поливали грязью Быть на доске Вот и все, что было нужно Шоу закончилось, но до сих пор идет по МТВ И будет каждые несколько лет транслироваться заново Эта слава никуда сама не денется Особенно, когда слава такая широкая и такая дурная, какую дало мне это шоу Чем знаменитее ты и богаче, тем больше вещей тебе достаются просто так Абсолютно бессмысленным казалось мне то, когда люди звали нас на вечеринки, чтобы увидеть нас нетрезвых Я понял, что к чему, только когда сделал шаг назад и посмотрел со стороны С ранних лет я путешествовал по миру и видел, как и чем живут взрослые И когда я потихоньку сам стал взрослым, я делал то, что делают большие парни Бухло, тусовки, веселье Поднимаюсь с похмелья, иду кататься, делаю свои трюки, испытываю свой успех на контесте И как бы я тем самым себя оправдываю Если я хорошо выступаю, значит никаких проблем с вечеринками Какое-то время это прокатывало, пока не перестало Это выглядело естественно Погнали, немного выпьем, отдохнем, а на утро поедем кататься Из поездок есть что вспомнить Как много вечеринок мы устраивали Но история скейтбординга знает много людей, которые не справились со своими демонами И это отняло у них все Твою мать! Примерно в 25 лет до меня вдруг дошло Йоу, друг, если бы ты меньше тусовался, ты бы снял профайлы получше Результаты на контестах были бы получше Список травм был бы сильно короче Конечно, вечеринки повлияли на меня, но я не знал другой жизни Я понял, что слишком много пью, и это отвлекает меня от скейтбординга Я решил пойти ко врачу, начать реабилитацию и взять над собой контроль Слава — это наркотик, и как только вы почувствуете ее вкус, желание этой славы будет преследовать вас до самой смерти Конечно, это чувство преследовало и Райана Плохо было для него то, что он был так юн, так восприимчив, и он не видел нормальной жизни, не видел других путей для себя Ему приходилось бороться за самого себя постоянно, ведь это чувство опьяняет и запирает в клетку В рехаб-центре все будет испытывать твою прочность Если ты справишься, то вернешься к самому себе Я смотрел в зеркало и повторял вслух Давай вернемся к самому началу К настоящему скейтбордингу Наконец я вернулся, и это было эпично Весь скейтбординг заключается в том, чтобы упасть и подняться снова Упасть ты можешь хоть тысячу раз, а приземлить трюк однажды Но этого раза будет достаточно Он будет идеальный, такой, о каком ты мечтал Все как в жизни Вот мне 30 лет, и я хорошо себя чувствую Я чувствую себя собой Я чувствую, что я часть вселенной, и я не пытаюсь бороться с окружающим миром Я смотрю на жизнь по-другому Он выглядит собранным и счастливым, и он все еще способен на большее Фонд Шеклера был основан в 2008-м, и это единственное место, где он никогда не жалеет сил и времени Он отдает все, что у него есть Я не собираюсь заканчивать со скейтбордингом И я хочу, чтобы это путешествие стало большим и захватывающим для десятков миллионов детей, которые возьмут в руки доску Мы построили скейтпарки, помогали детям в больницах, мы помогли внедрить адаптивный спорт в X Games Я хочу, чтобы меня запомнили таким Чувак, который любил скейтбординг, потом решил воздать скейтбордингу должное и оставался преданным до конца своих дней Это глубже, чем кажется Он сделал много хорошего людям и отдал все скейтбордингу Он настоящая личность, и он все делает правильно Я думаю, его наследие будет примером того, что может сделать скейтбордист за пределами скейтбординга Любому, кто вырос в центре внимания, всегда трудно определить, кто ты такой и кем ты хочешь стать Его путь отличался от остальных, но он добрался Он добрался и стал настоящим мужчиной Я рад, что увидел его путешествие Жизнь была безумной Я был мелкий летающий пацан Я был смазливым тинейджером, который решил разрушить скейтбординг Все, что было, все это я Но в конце концов, это просто опыт Опыт, который помог мне стать тем, кто я есть сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!